МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баскетбольное шоу «Кэсбаскет» стартует на ФОКе. А теперь об этих и других событиях подробнее. Как заявили на совещании в областной администрации, региональные власти не допустят резкого и необоснованного увеличения цен и тарифов, платы населения за государственные и муниципальные услуги и без того непростых экономических условий в целом по стране. Региональная система тарифного регулирования устанавливает предельные размеры тарифов, выше которых при любом спросе на товар устанавливать цены запрещено на проведение техосмотра и коммунальные услуги. Тарифы на коммуналку пока остаются на уровне конца прошлого года, но с 1 июля они все же возрастут. Налоговая служба посчитала смоленских миллионеров. В числе самых богатых жителей области оказался даже 1 миллиардер. 257 человека читались о зарплате в пределах от миллиона до миллиарда рублей. По итогам декларационной кампании этого года стало понятно, что кризис сказался и на богатых. В 2013 году в регионе было 304 миллионера. Карантин по гриппу, на котором находятся все десногорские школы уже вторую неделю, может повлиять на продолжительность весенних каникул и учебного года. Каникулы наступят в положенные сроки, но будут короче. Чтобы ребята наверстали упущенное и не отстали от образовательной программы, ее подкорректируют. Напомним, что после мониторинга посещаемости и заболеваемости детей в школах с 27 января во 2-й, а с 28-го во всех остальных был введен карантин. Сначала до 2 февраля, а затем продлен до 6-го включительно. Больше всего сложившейся ситуацией обеспокоены родители выпускников 9-х и 11-х классов. Педагоги предлагают школьникам усилить самоорганизацию и самоконтроль, а также самостоятельно выполнять домашние задания, которые размещены на сайтах школ. А корректировка учебных программ будет произведена за счет уроков повторения и закрепления пройденного материала. Мы будем рассматривать вопрос о сокращении весенних каникул на 2 дня, и таким образом весенние каникулы будут у нас 21 марта по 27 марта. Законодательством предусмотрено, что если программа не пройдена по тому или иному предмету, то школы имеют право продлить учебный год. Хотелось бы пожелать всем здоровья и надеяться, что все учебные вопросы и проблемы у нас будут решаться положительно. Сегодня стало известно, что карантинные мероприятия в школах в очередной раз продлены до 9 февраля включительно. По всем вопросам можно обращаться к специалистам комитета по образованию и лично к председателю Римме Овечкиной. По распоряжению губернатора, совместными усилиями администрации области, ДОСААФ и регионального отделения Народного фронта, в здании школы в Смоленске впервые открылась группа для граждан с ограниченными возможностями. Теперь люди с инвалидностью могут отучиться в автошколе и получить права категории «Б». В Жорновке Смоленской области проводится учебный сбор для снайперов. Он организован для военнослужащих по призыву, вновь назначенных на должность снайперов и для военнослужащих по контракту. Военные изучают снаряжение, экипировку и вооружение снайпера. Практическая часть включает в себя маскировку снайпера, выбор места для стрельбы. Словом, в ходе учебного сбора его участники получат базовую подготовку, необходимую при выполнении служебно-боевых задач. В отличие от школ, детские сады во время эпидемии гриппа на карантин не закрываются. Поэтому воспитатели дошкольных учреждений в этот период активно проводят различные профилактические мероприятия. Наша съемочная группа посетила детский сад «Ласточка», где нам показали, что делается, чтобы детки не болели. Основное условие в период эпидемии гриппа – и не только чистота и гигиена. Поэтому спальные и игровые комнаты регулярно проветриваются. Это делается утром, до прихода детей, во время прогулок и перед сном. Ежедневно проводится мытье полов с дезинфицирующими средствами. Игрушки, стульчики, столы и рабочие поверхности также моются и дезинфицируются. Дети с удовольствием сами моют руки, и не только перед едой, а как можно чаще. За этим тоже следят воспитатели. А еще в саду используют народные средства. В каждой группе расставлены блюдца, куда помещаются мелко нарезанные лук и чеснок. Хороший результат дает витаминизация третьих блюд и оксалиновая профилактика. Массовые мероприятия в садах отменены. Благодаря всем этим профилактическим мероприятиям у нас снижается риск заболеваемости детей. Вот на данный момент, вот сейчас от общего количества детей, у нас всего лишь 8, примерно 8 процентов заболевших детей. Для родителей в группах и на общественных стендах, а также на сайте учреждения размещена информация по профилактике гриппа. А в течение всего года дети укрепляют иммунитет, ежедневно выходят на прогулки и выполняют физические упражнения. Желаем всем здоровья! А теперь криминальные новости. У Смоленина 1983 года рождения на Ярцевском железнодорожном вокзале была изъята марихуана весом 18,2 грамма. В пригородном ЖД вокзале станции Смоленск сотрудниками полиции был задержан гость из Иваново 85 года рождения. У него обнаружен героин весом 0,76 грамма. В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела. За январь этого года на территории нашей области зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних. Из них 5 с участием детей-пассажиров, в которых один ребенок погиб и четверо получили ранения. Для профилактики дорожных происшествий сотрудники госавтоинспекции в период со 2 по 6 февраля провели акцию «Юный пассажир». В дни проведения акции сотрудники госавтоинспекции останавливали все без исключения автомашины и проверяли, как соблюдается правило перевозки детей. Информационная акция «Юный пассажир». Уже в первый день на территории региона было выявлено 11 фактов нарушения правил перевозки. Как вы считаете, перевозить ребенка без удерживающего устройства правильно или неправильно? Все-таки считаю, что неправильно, конечно. Думал, кто-то рядом и все. Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, значительная часть автолюбителей признаются, что специальные удерживающие устройства приобретают исключительно для избежания административной ответственности. Как мы видим, участники дорожного движения наши сегодня показали, что большинство используют детские устройства. На данный момент мероприятия наши продолжаются. До 6 февраля мы постараемся охватить все учебные заведения и детские сады Смоленского района. Такие профилактические мероприятия у нас в области не редкости. Как показывает статистика, очень эффективны. По итогам 2015 года непростая ситуация с незаконными рубками леса сложилась в Брянской, Костромской, Смоленской и Рязанской областях. В нашей области наложено 903 штрафа на сумму более 6 миллионов рублей. К слову, Смоленская область занимает первое место по раскрываемости преступлений в сфере незаконной рубки леса. Выявляемость данных преступлений составляет 98%. Переходим к новостям спорта. Смоляне выступили на престижных соревнованиях по прыжкам в высоту на Международном кубке Москвы. Серебряную медаль своей команде принес смоленин Дмитрий Семенов. Ему покорилась высота в 2 метра 28 сантиметров. В то время как победитель соревнований башкирский спортсмен Данил Лысенко оказался выше всего на 3 сантиметра. Детско-юношеский баскетбольный проект «Кэсбаскет» всего за один год доказал свою актуальность в нашем городе. На следующей неделе десногорцев ждет уникальное баскетбольное шоу «ФОК Десна». Проект был организован под эгидой атомной отрасли при поддержке администрации Десногорска и Центрального клуба «Динамо». Для развития проекта наш город выбрали не случайно. Всего за прошлый год он получил звание баскетбольной столицы региона. Есть база для тренировок, опытный тренерский состав, спортсмены и болельщики. Сборная Смоленской АЭС завоевала в декабре Кубок области. Новый 2016 год в Десногорске начинается с грандиозного баскетбольного шоу. Разработана целая программа на два дня. Вас ждет феерическое спортивное шоу, единственное в России с участием баскетбольных акробатов, жанглеров, насыщенное конкурсами и призами. Думаю, что каждый из вас, кто посетит наше мероприятие, останется не только довольным, но и придет в следующий раз, чтобы взять руки на оранжевые мячи. Приглашаем всех вас на наш спортивный праздник. Открытие финальных игр и баскетбольное супершоу «Кэс Баскет» пройдет в ФОК Десна 10 февраля в 12.00. Смоленский Славутич в первом матче победил хоккейный клуб «Тамбов». В стартовый день тура наши хоккеисты сумели взять три очка. В первом периоде команды сыграли в ничью, забив по одной шайбе. Во втором Славутич вырвался вперед с преимуществом в один гол. А в итоговом третьем периоде наши хоккеисты нанесли сопернику еще два удара. Встреча завершилась результатом 4-1 в пользу Славутича. Поздравляем земляков! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...